Победителей и призёров патриотического квеста «Дорогами Великой Победы» наградили у обелиска славы на Сапун-горе. Каждый получил памятные подарки. После участники возложили цветы к вечному огню, отдав дань памяти воинам, погибшим в боях. Пилотный проект патриотического квеста начался 6 мая. Первая часть акции прошла для автолюбителей. 33 команды на машинах преодолели многокилометровый маршрут по местам боевой славы Севастополя. Всего 11 точек. На каждой из них нужно было ответить на вопросы, касающиеся памятных дат, исторических фактов и событий второй обороны и освобождения Севастополя. Автомобильный квест, что меня лично порадовало, что опять-таки присутствовали детки. У нас в автомобильном квесте принимали участие трое деток вместе со своими родителями. И по окончании, пол первого ночи, когда закончился, был окончательный брифинг, у детей горели глаза. Это самое важное. 8 мая провели пешеходный квест. Участие в нем приняли взрослые и школьники. Всего около сотни человек. Из заданий написать сообщение, применяя азбуку Морзе, наложить повязку раненому бойцу, найти солдата в окопе, ответить на вопросы о штурме Сапун-горы. В квесте было очень интересно. Было интересно все, потому что очень много мы узнали нового о истории Севастополя. То, что в школе ты не узнаешь. Эмоций очень много. С одним заданием, ну как с одним, с многими заданиями не справились. Очень было тяжело проходить морзянку. Это было азбука Морза. Узнали о медицине, как бинтовали ногу, колено. По словам организаторов, квест не только познавательный, а и благотворительный. Все собранные средства за участие в игре будут направлены на приобретение подарков, чтобы в День Великой Победы лично поздравить ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут посетить парад.